Здравствуйте! В эфире телеканал АЖТСУ. Время новостей в студии Айнур Мирханова. Сразу 89 объектов реализуются в Велийском районе в рамках дорожной карты занятости 2020. За качеством и сроками следит местное руководство. Реконструкцию и строительство ряда из них в Буралдайском, Междуреченском сельских округах проинспектировал Аким района. В поселке Буралдай идет реконструкция сервисного Акимата. Открытие планируется уже в этом месяце. Трансформация привычных кабинетов в формат open space направлена на взаимодействие с населением и будет способствовать искоренению бытовой коррупции, считают представители Акимата. Вторую жизнь обретает и детский сад Адема, в котором будут воспитываться более 300 детей. Здание было построено в 1991 году и за это время впервые проходят реконструкцию. Ремонт дошкольного учреждения идет в рамках государственной программы Аолом Ельбесагом. На эти цели было выделено порядка 400 миллионов тенге. В текущем году на реализацию инфраструктурных объектов в поселке Буралдай выделено порядка 5 миллиардов тенге. Эта сумма включает в себя сразу несколько госпрограмм. Работаем над разными проектами. Самыми приоритетными являются строительство школы, реконструкция детского сада, благоустройство дорог. В этом году мы чиним 15 дорог в поселке. Это большая радость для местных жителей. Существенные преобразования происходят и в Междуреченском сельском округе. В июне в селе Жалхашты запустили центральное водоснабжение. Теперь походы с флягами и ведрами остались для многих сельчан в прошлом. Два резервуара вмещают 600 кубометров чистой воды. Проинспектировавший ход реализации госпрограммы Аким района Багдад-Карасаев отметил, что теперь водопровод будет в каждом селе. Вот самое главное, это был водопровод, он проект переходящий был. Вот обеспечение у него свыше 300 домов у него. Вот недавно мы сказали, 375 абонентов. Там вообще воды не было. 12,3 километра водопроводную сеть провели, воду дали. Сейчас вот остается только благоустройство самого водозабора. Опрессовка и все. Я думаю, мы завершим где-то дней через 10-15. По дорожной карте занятости в районе реализуется сразу 86 различных проектов. Особое внимание местные власти уделяют благоустройству дворовых площадок в сельских округах, а точнее их качеству. Аделя Кжаргенова, Ербола Тантелов, телеканал ЖИЦУ. Попытка сбыта более 1 килограмма гашиша пресечена в Алматинской области. Сотрудниками Управления по противодействию наркобизнесу Департамента полиции была получена оперативная информация о вывозе запрещенного вещества. Неизвестные на своей автомашине марки «Хюндай» перевозили крупную партию наркотиков с целью дальнейшей реализации. Операцию по поимке двух наркокурьеров провели в одном из дачных комплексов Капшагая. При личном досмотре у молодых людей оперативниками обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотиками. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, общий вес изятого зелья составил 1 килограмм 10 грамм. Факт незаконного сбыта наркотических средств зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 296 часть 4 Уголовного кодекса РК. С начала года полицейские Алматинской области взяли из незаконного оборота более 4 тонн наркотических средств, сообщает Департамент полиции региона. На сегодняшний день выявлено 18 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических видов наркотиков, из которых 12 наркопроступков, 2 факта хранения наркотических средств в особо крупном размере, 4 факта сбыта. Наркоборцы отмечают тенденцию перехода к синтетическим видам наркотиков, которые распространяются посредством интернет-ресурсов и мессенджеров. Эта форма одна из опасных, считают полицейские. В связи с этим Департамент полиции усиливает меры по борьбе с синтетическими психотропными веществами. Отмечается принятый ряд организационных и практических мер по противодействию наркоситуации и стабилизации ее в Алматинской области. Это новый вид наркотических средств. В прошлом году был принят закон. Туда включены несколько видов синтетических наркотических средств, по которым на сегодняшний день они включены в список. В основном продажа наркотических средств у нас проходит по интернет-ресурсам, то есть создаются какие-то сайты, через сайты идет продажа данных наркотических средств. То есть получается, что бесконтактный сбыт наркотических средств. Это создает, конечно, определенные проблемы нам в рамках оперативно-ресурсных мероприятий. В связи с этим мы создали группы, которые на сегодняшний день работают именно по синтетическим наркотикам. Продлить пособие по безработице требуют протестующие Нью-Йорка. По словам демонстрантов, 600 долларов, выделяемых правительством в неделю, не хватает на жизнь. Следует отметить, из-за пандемии коронавируса порядка 30 миллионов американцев лишились своих рабочих мест. Весной Белый дом выделил 3 триллиона долларов на поддержку населения бизнеса, но срок выдачи пособия истек в конце июля. Между тем, Министерство торговли США сообщило о сокращении ВВП страны во втором квартале почти на 33%, что является историческим рекордом с 1958 года. Группа из 47 немецких спасателей направилась в Ливанскую столицу для оказания помощи местным властям в поисках людей. К этому времени число жертв взрыва в Бейруте уже достигло 135. Без крыши над головой остались 300 тысяч человек. Ранее правительство ФРГ уже заявляло о намерениях в оказании всесторонней помощи ливанскому народу. Кроме того, в специально созданном кризисном штабе при Министерстве иностранных дел Германии осуществляется помощь немцам, проживающим в Ливане. Здесь же рассматриваются заявки ливанского правительства на оказание помощи. Следует отметить, среди других стран, протянувших руку помощи Бейруту, в трудный момент стали Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Чехия, Великобритания и Россия. Сегодня весь мир отмечает день борьбы против ядерного оружия. Ровно 75 лет назад японский город Хиросима подвергся атомной бомбардировке американской авиации. Тогда жертвами страшной трагедии стали около 300 тысяч человек. Еще около 200 тысяч подверглись радиоактивному облучению. Год от года на протяжении многих лет количество жертв, подвергшихся радиоактивному облучению, продолжало расти. Медики уверяют, что даже в настоящее время последствия атомных взрывов тех лет продолжают сказываться на здоровье людей. С того времени никто не мог быть застрахован от разрушительной силы нового оружия и его страшных последствий. К этому часу у меня все, а мы с вами встретимся ровно в 21.30 на телеканале ЖТСУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова